Иван Ильич Дверь была старая, резная, с львинной головой, и звонок не электрический, а колокольчик. Несколько секунд Иван Ильич постоял, не в силах поднять руки к звонку. Сердце билось редко и больно. В сущности говоря, ничего еще не известно. «Может, дома никого нет? Может, и не примут?» – подумал он и протянул медную ручку. В глубине звякнул колокольчик. «Конечно, никого дома нету!» И сейчас же послышались быстрые женские шаги. Иван Ильич растерянно оглянулся, веселая рожа лихача подмигивала. Затем звякнула цепочка, дверь приоткрылась, и высунулось рябенькое лицо горничной. «Здесь проживает Дарья Дмитриевна Булавина», – кашлянув, проговорил телегин. «Дома, дома, пожалуйте!» – ласково нараспев ответила рябенькая девушка. «И барыня, и барышня дома!» Иван Ильич, как во сне, прошел через сенью галерейку со стеклянной стеной, где стояли корзины и пахло шубой. Горничная отворила направо вторую дверь, обитую черной клеенкой. В полутемной маленькой прихожей висели женские пальто. Перед зеркалом лежали перчатки, косынка с красным крестом и пуховый платок. Знакомый, едва заметный запах изумительных духов исходил из всех этих невинных вещей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok